МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И ветеранами преподавательского цеха. В общем, неделя была очень насыщенная и познавательная для всех, начиная от первокурсников и заканчивая обремененными знаниями седовласыми профессорами. Но день рождения – это в первую очередь торжество, тем более столь фундаментальный юбилей. Поэтому кульминацией этих семи дней стал праздничный концерт. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ То тут же началось серьезное развитие и экономический подъем. Так что день рождения – хоть и веселый праздник, но вынос знамен университета, города, Министерства транспорта и страны был очень символичен. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ Зона интересов Макаровки простирается на всю нашу необъятную родину. Не зря университета целых восемь филиалов в разных уголках страны. Праздник праздником, а государственные задачи превыше всего. Поэтому ректор Сергей Барышников не смог присутствовать на концерте, так как представлял интересы Макаровки в Мурманске. Но поздравления от высшего руководства ВУЗа и не только в зале все равно прозвучало. Наступило поздравление от Федерального агентства морского и речного транспорта от имени исполняющего обязанности руководителя Александра Ивановича Пушеваева с пожеланием университету и дальше развиваться, совершенствовать подготовку во всеми специальностями, аккредитованных в университете, и продолжать дальше с честью нести каждому из нас имя Макаровки. К поздравлению ваш адрес присоединяется и передает вам огромный привет ректору университета Сергея Леонидовича Барышникова, в настоящий момент выполняющий служебное задание в командировке в городе Мурманск. И сейчас вода нам как земля, и сейчас наш многотысячный макаровский экипаж «Одна семья», и вчера, и сегодня, и завтра. Я надеюсь, что каждый из нас готов и будет служить флоту России и России. Поздравляю вас с праздником, хорошего настроения, всех благ. Переключимся немного с торжественной части и послушаем великолепный и завораживающий саксофон, хотя таким он становится только в руках виртуозного музыканта. Конечно, главными на этом празднике по праву стали люди, которые всю свою жизнь отдали тому, чтобы у страны не было проблем с высококвалифицированными морскими кадрами, то есть профессорско-преподавательский состав, сказали на путствие и они. Можно с уверенностью говорить о том, что профессорско-преподавательский состав, руководство и студенчатого университета успешно справится со всеми задачами, стоящими перед университетом. Поэтому я желаю всем и персонально каждому университету в целом профессионального успеха и благополучия. Ну а как без песни о том городе, где находится самый главный морской вуз страны? Кстати, он, как известно, еще является и столицей нашей Родины в номинации «Море». Мет-голд рвется в небо, Нас с тобой схватила вера, В то, что Петер лучших воспитал. Мет-голд рвется в небо, Молодежь схватила вера, В то, что Петер лучших воспитал. «Мет-голд рвется в небо, Неважно, студент это или профессор, Достойно выполняют свои обязанности. Именно они порой незаметными, Незведущему человеку делами И создают этот огромный механизм Под названием «Макаровка». Для всех для них, собственно, И выступали артисты в этот день. Петер лучшего в небо, Как пророжают пароходы, Все лета, как поезда, В паски, метки и полки, И то, что летят дворе, Как ни крути, волнений больше, Ведь ты уже на земле, Как ни видеть на звуке дольше, Когда идешь на тропе. Вода, вода, руком вода. Вода, вода, шум вода. Российским транспортникам слава! На душу, в небе, на воде! Достойных чтить людей держава, причастных к транспортной стезе! Встречайте, на сцене танцевальный коллектив «Баланс». Ваши аплодисменты! Кстати, в Макаровке уже давно привыкли, что ни один концерт не может обойтись без вот этого коллектива. Его любят, ждут и восхищаются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Люди, которым посчастливилось быть в этот день в зале, наверняка зарядились положительной энергией, и праздничное настроение будет сопровождать их еще долгое время. А что чувствуют те, которым пришлось эту праздничную атмосферу создавать? Наверное, это очень большая ответственность – выйти в юбилей транспортного образования и без ошибки выдать свой номер. Ведь если какой-то сбой, реабилитироваться можно будет только в сопоставимом по значимости празднике, то есть через 10 лет. На самом деле, предложили мне провести мероприятие буквально недавно, буквально вчера. И это большая честь быть причастной к такому торжеству, потому что не каждый студент или курсант может внести свой вклад в развитие транспортного отрасли в нашем университете. Даже пусть и таким способом ведущий концерта, но все равно я считаю, что это вклад в развитие транспортной отрасли. Мы маршировали перед самим мероприятием несколько раз. Мы репетировали, выступили и, думаю, не ударили в грязь лицом. В Макаровке достойно отпраздновали юбилей транспортного образования. Ведь, как уже было сказано, такое бывает раз в 210 лет. На самом деле, все эти два с лишним века – это и есть история университета. Ведь, образно говоря, именно из этих стен и вышло отраслевое образование России и раскатилось на всю страну. Поэтому кому-кому, а нашему вузу самой судьбой написано быть впереди планеты всей даже в праздновании.